Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Мария! Так, ребята, прибавляется. Замечательно. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами поговорим о летнем курсе, который пройдет в школе ISI в 2019 году. Сейчас мы еще подождем, наверное, минуты две, пока все ребята соберут, потому что у нас сегодня было заявок, где-то примерно более 50 участников, желающих послушать сегодняшний вебинар. Да, все ребята тут, замечательно. Поехали. Давайте все-таки подождем, потому что вдруг кто-то еще подключается. Как нас слышно, как нас видно, все хорошо? Хорошо. Если будут какие-то неполадки, то обязательно сообщайте в чате, и мы будем принимать... Все в огне. Все в огне. Правда, не говорите. Все светится. Да, на самом деле, в Японии все светится, потому что вы знаете, что скоро приближается Рождество, который японцы отмечают вечером 24 декабря. Обязательно покупают курицу, что они еще покупают? Торт с клубникой. Вот это обязательный набор японского празднущика. Японцы, которые празднуют Рождество. Сейчас очень много элиминаций в Токио. Я думаю, что в каждом городе сейчас можно посмотреть красивые элиминации. Поэтому, если кто уже в Токио, то обязательно посетите на выходных, посмотрите. Очень красиво. Девочки, вы были уже? Ходили куда-нибудь? Или вы только учитесь, заработаете? Принавайтесь. На прошлом году? В прошлом году ходили, например, в парках аттракционов. Какое самое самое важное? Я не знаю. Красиво, как? Очень красиво. У меня даже сейчас очень много знакомо ходят. И все фотографируют. Очень красиво. Мне хочется. Ну, действительно, нужно предупредить, ребят, если, допустим, на следующий год приедете в Японию, будете тоже на Рождество здесь, в Японии, то здесь только все примерно до 25 декабря светится. И уже утром 26 декабря все убирают. Поэтому такого, как у нас, 31 декабря встретить на фоне реминации не получится. Поэтому будьте осторожны, торопитесь. Так, ну, у нас прошло уже практически 3 минуты. Я думаю, что мы можем начать. Меня зовут Анна. Я думаю, что все вы знаете меня уже давно. И у меня сегодня в гостях Мирослава и Анастасия. Девушки работают в школе ISI. Школа ISI является одной из крупнейших языковых школ для иностранных студентов со всего мира. Школа находится в Токио, два филиала. Сейчас также в Киото есть школа ISI и в Нагана. Сейчас вот набор идет у нас уже на июль по долгосрочной программе и на январь, на апрель по краткосрочной программе. Сегодня мы с вами будем разговаривать на тему летнего курса. Вы, наверное, спросите, почему так рано. На самом деле, Мирослав и Анастасия большие молодцы, потому что по их инициативе программу летнего курса в этом году сделали самые быстрые, самые первые. Это школа ISI, которые подготовили специально для вас программу летнего курса. Сегодня девочки расскажут нам более подробно о программе, как оформиться, какие будут экскурсии, какие особенности. И очень приятно, что будут скидки. Будут скидки, а еще будет один главный конкурс для всех участников, кто хочет поехать на обучение в Японию. Ну, я, наверное, дам слово нашим гостям. Пожалуйста, расскажите, девочки, про свой курс, про ваше обучение в школе ISI. И начнем. С презентацией. Я думаю, может быть, какое-нибудь ваше мнение, ваше водное слово. Как водное слово, я могу сказать, что прошлогодний летний курс, о котором я расскажу чуть-чуть попозже, очень понравился всем студентам. И, как вы знаете, у нас есть курс в июле и в августе. И у нас есть три версии этого курса. Обычно это базовый, премиум курс, базовый курс, стандартный курс и премиум курс. И в базовом курсе меньше мероприятий, что позволяет вам самостоятельно планировать свой досуг. И очень много людей находят в этом плюсы. И все студенты, которые были на летних курсах или просто на курсах академического японского в прошлом году в Киото, например, где проводился летний курс, всем очень понравилось. Мы читали анкеты. Нам было очень приятно читать про то, как всем очень понравилось, куда все ходили. И какие положительные впечатления мы получили от этого курса. Ярослава специально ездила в Киото. Расскажите про свой опыт. Да, я ездила в Киото для того, чтобы, как вы знаете, для групп, если у вас есть группа людей, которые хотят поехать, и вас больше 10-15 человек, то мы можем помочь организовать для вас специальную программу, которая будет отвечать вашим индивидуальным запросам. И в прошлом году такой группой были ребята из гильдии манги. Это московский курс школы рисования манги, самая большая в Москве. И они приезжали, и помимо обычного курса, у них было также три занятия в Киотском музее манги при университете Киотосейка. И я ездила помогать им переводить этот курс, и также разговаривала непосредственно с ними о том, как им нравится курс, видела с другими участниками летнего курса, и разговаривала с ними тоже. И они все были очень рады и очень довольны. И говорили, что они учат японский и могут применять эти знания сразу на следующем уроке, и учат, пытаются учить историю, какие-то культурные аспекты, потом идут это все смотрят, потом делают презентацию, и им все это очень понравилось. Спасибо, Грюс, вам. Спасибо. Мы продолжаем этот такой мордильный курс, и поэтому из-за того, что был получен очень позитивный отклик от всех, кто посетил летний курс, и тех, кто не смог, но очень хотел, было решено организовать новый программ на предыдущие лета. Но в этот раз переселили не только в школе Киото, но и на базе школы Киотосейка. Также в школе, когда на базе Сиета 2019 года открывается новый кампус, поэтому мы сможем принять намного больше студентов на летний курс. Это очень хорошо, поэтому собирайтесь всех друзей и едем на летний курс. Замечательно. Тогда будем начинать презентацию. Ребята все видят? Все хорошо транслируется? Отлично, да. Так, и для начала я расскажу немножечко о летнем курсе 2018 года. Как я уже сказала до этого, летний курс проводился только в школе в Киото, и было два курса в июле и в августе. Курс в июле был 3 недели, в общем, почти 4 недели, курс в августе был полный 4 недели, и охватывал намного больше мероприятий. Также было 3 курса, стандартный, базовый курс, стандартный курс и премиум курс. И у студентов базового курса были, например, такие возможности, как встретиться с Майка или сходить на дзен-медитацию, или посетить мероприятие культурного обмена с японцами. И, например, это мероприятие особенно понравилось многим студентам и тем русским студентам, с которыми я разговаривала, они сказали, что они обменялись с лайнами, с очень многим количеством японцев, общаются с ними до сих пор, общаются с ними из России, хотят поставить им новогодние открытки или рождественские открытки и так далее. Также студенты стандартного курса смогли съездить, помимо вышеперечисленных мероприятий, смогли также сходить, например, съездить в Нару или посетить, попробовать японские сладости на специальном уроке, где изготовить и попробовать, и угостить друзей. И студенты премиум курса смогли посетить Шоу Дир или также съездить в Universal Study of Japan, которая, то есть непосредственно поездка в парк аттракционов была доступна студентам всем курсов, и это, опять же, одно из мероприятий, которое по результатам вопросов понравилось всем больше всех. Все очень хотели съездить туда еще раз и еще раз, но, к сожалению, будьте готовы к тому, что там очень много очередей, и, насколько я знаю, школа может помочь, школа даже может помочь с каким-то фаст-пасом, чтобы вы не стояли в очереди, но это все равно, это экономит не так много времени, к сожалению. Также насчет августовского курса в Киото, в Киото проводятся в августе, несмотря на то, что в Токио, например, она проводится в основном в июле, поэтому студенты в Киото также смогли посетить различные фестивали Тонабата и узнать много нового японской культуры. Наверное, следует для ясности сказать, что существует вот три программы, как я сказала, Мирослава, базовая, стандартная и премиум-вариант курса, и отличаются они, в первую очередь, по стоимости. А стоимость зависит, в свою очередь, от количества входящих в программу мероприятий. То есть премиум курс, он охватывает абсолютно все мероприятия о расписании, то есть студенты, которые приезжают на премиум курс, они могут поучаствовать абсолютно в всех мероприятиях, помимо обучения школы. Базовый курс включает наиболее наименьшее количество мероприятий, но это ничуть не умаляет его достоинства, поскольку базовый курс мы зачастую рекомендуем людям, которые уже либо были в Японии, либо которые хотели бы получить больше самостоятельности и спланировать свою программу пребывания самостоятельно под свои индивидуальные нужды. Очень много студентов с базового курса говорили мне, что они ездили на уходные самостоятельно в Токио или куда-нибудь в сторону в Айр-Фуде, и им это тоже понравилось. То есть в этом году у вас получается два заезда, да? Восьмой курсе и пятый август. Да, в этом году летний курс также доступен в июле и в августе отличается длинность. В июле, например, в Токио летний курс длится три недели, августовский летний курс длится полностью четыре недели, то есть целый месяц. Учитывая, что приезд и возвращение они происходят до, соответственно, и после программы. То есть плюс-минус один-два дня есть не то, чтобы обжиться и собрать вещи, но просто погулять можно что-то купить. А вот если, допустим, давайте вернемся еще, я думаю, что многим будет уже интересно, какой месяц вы посоветуете? У нас такие часто вопросы приходят, например, июль или август. Как правило у всех, если вузы учатся, то июль-август, а если в школьной гимн, то тоже, да, например, июнь, июль-август. Вот вы лично что можете посоветовать ребятам? Я бы, наверное, посоветовала все-таки август, но с другой стороны, мне кажется, что нужно учитывать еще какие-то индивидуальные особенности, как, например, считается, что август самый жаркий месяц лета, и вот людям, которые не очень хорошо переносят жару, наверное, будет тяжело в августе гулять, посещать мероприятия, но можно наследить с настоящим японским летом. А вот что касается уровня японского языка, поскольку, как правило, тоже бывают такие вопросы, что... На летний курс у нас искрено оформление студентов со всеми уровнями, начиная от нулевого знания языка и заканчивая продолжающим или продвинутым. То есть будут группы подготовки по всем уровням. Единственное, что стоит помнить, что есть возрастное ограничение на летний курс, 15 полных лет мы можем оформлять людей, но если будут какие-то желающие, не хватает лет, мы, конечно, в индивидуальном порядке можем проконсультировать или говориться и все решаем. Да, если у нас сейчас на вебинаре есть ребята, кто, допустим, младше 15 лет, то, как правило, обычно школы идут на встречу и, например, предлагают вариант ребятам проживания в холмстее. До 16 лет вообще студентам стоит жить в холмстее или хотя бы в нашем школьном общежитии и, соответственно, люди, которые уже есть 16, они могут найти, если они хотят, они могут найти в себе проживание самостоятельно. Да, но все летние курсы у нас представляются проживания по желанию. То есть, там, проживание в общежитии школьном, либо это может быть проживание в холмстее, то есть, в японской семье, полностью погружение в культуру, в быть японской, в практике языка. Ну и, естественно, культурная адаптация тоже несколько на ином уровне происходит, если человек выбирает холмстей. Так, Кирилл к нам подключился. Ну, на самом деле, Кирилл, мы в конце потом вам отправим запись сегодняшнего вебинара, вы сможете еще раз послушать первые 14 минут, которые вы пропустили. Так, спрашивают, давайте тогда по ходу будем отвечать на вопросы. Денис спрашивает, сильно поможет такой курс, если съездить до него, как поедешь на двухлетний курс. Можно ехать на такой летний курс вообще без знания японского, даже без знания алгоритма? Расскажу я, я как студент, бывший студент языковой школы, я ездила на краткосрочный летний курс в ISI, когда мне было 16, и это очень сильно помогает, особенно, если вы хотите поехать на долгосрочную программу и потом, возможно остаться жить в Японии на какой-то долгий срок, это очень вам поможет, если вы хотите прочувствовать культуру Японии, если вы не уверены, подойдет ли вам Япония как страна, в которой вы хотите жить долгое время или нет. Мне очень, когда я ездила, мне очень понравилось обучение в школе, и я жила в хомстейм, мне очень понравилась моя фоссемья, и экскурсия от школы, которые у меня были, и мы с хоссемьей очень сдружились, мы много куда ездили вместе, даже прошло уже три года, мы до сих пор с ними встречаемся, поэтому опыты с хоссемьей, они для вас на всю жизнь вам помогут, поэтому, да, это определенно стоит того, и даже, например, если говорить о визах, когда вы приезжаете на краткосрочный курс, и вам все равно нужно приглашение от визы, от языковой школы, в приглашении, если посмотреть внимательно, там написано, что эта краткосрочная программа, она для вас как опыт перед долгосрочной программой, то есть даже изначально ваш приезд на краткосрочную программу подразумевает то, что вы потом когда-нибудь приедете на долгосрочный курс. Да, правильно, я полностью согласна. Идем дальше. Ну, а теперь, наверное, подробнее нам расскажут в книжке про литрный курс. Стоит начать с летнего курса в Токио, поскольку он проводится в первый раз, специально для тех людей, которые хотели бы жить в столице, и, соответственно, по стилю больших достопримечательностей, которые находятся в Токио. И основными особенностями этого курса можно назвать первую очередь. Это главная особенность школы Айсай, это то, что у нас международная среда. То есть в каждом классе обучаются не только студенты из азиатских стран, но в том числе европейцы, американцы и прочие национальности. И это все создает уникальную интерпретурную среду, в которой вы можете по нему изучения японского языка вы можете немножко подтянуть свои уникативные навыки, обзавестись новыми друзьями, с которыми вы также будете поддерживать отношения после окончания курса. И, может быть, даже, как Мирослава говорит, через несколько лет в том числе. Следующая особенность является то, что курс составлен таким образом, чтобы охватить как можно больше наиболее ярких мероприятий, наиболее известных достопримечательностей, которые следует посетить каждому, кто приезжает в Японию, так называемый must-see. И в том числе сочетается это все с интенсивным обучением языка. То есть даже если вы приезжаете без знания азбуки элементарного без какого-либо представления о культуре Японии, может быть, такие тоже есть. Вы можете абсолютно не переживать по этому поводу, поскольку каждый день с понедельника по пятницу у вас будут обязательно генятия японским языком, а затем будут выезд на мероприятие. Выезды происходят со всей группой и, соответственно, вас никто не бросит одного, вы не потеряетесь и преподаватели всегда помогут, все снят. Поэтому, я думаю, даже для саденцев на другом уровне это гораздо проще и, наверное, гораздо спокойнее, чем ехать самому, что-то планировать, волноваться, жить все хорошо. Также проезд до всяких мероприятий у вас также будет оплачен и, если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете написать даже нам. Особенно нам. Мы помогаем с проблемами перепонсов и вам. всем нам пишите. Мы можем помочь всем, если... Да, всесторонняя поддержка, она оказывается в любом случае, либо это будет преподаватель, либо административный персонал непосредственно в школе, в которой происходит летний флос, либо вы действительно можете связаться с нами, как с представителями русскоязычной администрации, либо написать компанию «Монобой», и вам здесь тоже это с удовольствием по поводу решить все проблемы летний флос. Да, на самом деле, мне кажется, так как студенты особенно в летний период самый большой поток по краткосрочной программе, и многие ребята, допустим, не знают о такой возможности, что есть летний курс, поскольку школа просто предоставляет программу, себя на сайте размещает, ну вот как-то очень много выясняют, не понимают, в чем отвечают просто краткосрочные курсы и летние курсы. И на всякий случай, чтобы донести ясность, позвольте пояснить, что летний флос это специально разработанная программа, которая включает в себя как обучение, так и посещение достопримечательностей, экскурсий и прочие внеклассные мероприятия, которые помогают больше ознакомиться непосредственно с традиционной культурой Японии, может быть, углубить свои знания культуры, может быть, их с нуля развить, но получается, отличие еще в том, что мероприятие включено гораздо больше, чем включено в обычный даркосрочный курс, то есть это, можно сказать, в какой-то степени учебно-развлекательная программа, которая чем-то может быть напоминает летний лагерь. Мне кажется, да, это здорово, потому что, например, если человек первый раз едет в хроне, он даже если не первый раз, он, например, нет знакомых друзей или он не знает, как забронировать встречу, если можно, на смоках, да, он едет один, и он не знает момент друзей, чтобы пойти вместе, поэтому летний курс, мне кажется, это отличная возможность, потому что сейчас нам Анастасия и Вярослава расскажут более подробно о экскурсиях, которые включены в каждый курс, и вы на самом деле поймете преимущество, то есть, допустим, я даже сама думаю, что участвует пойти вместе с вами на смоках, то есть, вы руководитель, переводчик. Хорошо. Насчет японского языка, вы не просто будете учить японский язык, то есть, не просто будете учить азбуки, а потом что-то проходить, вы будете учить слова, связанные с тем, что вы связаны с вашими экскурсиями и вашими мероприятиями, то есть, если вы, грубо говоря, будете проходить что-то по какую-то лексику или какой-то японский язык, который связан с сумо, потом в этот же день, например, вы можете пойти и посмотреть непосредственно сумо, потом вы будете на следующий день повторять то, что вы проходили и, например, делать презентацию о вашем походе на сумо. То есть, закрепление материала происходит систематически и на регулярной основе. Кроме того, как уже было по-менее, во всех вариантов программы в этом вопросе включено общение с японским студентом, так называемый культурный обмен, на котором вы также можете обсудить как свои впечатления в поездах, так и поговорить на какие-то повседневные темы, поскольку уровень вашего знания в любом случае будет позволять общаться. Да, хорошо, идем дальше. Здесь у нас расписание представлено, очень интересно. Да, расписание премиум. Вот, видите, Алекс, 16 июля можно идти на СМО. Можно уже поставить галочку в календаре в своей записной книжке. Это я про себя. Таллиграфия. Интересно. Так. Какие можете экскурсии, что-нибудь рассказать? Чайная церемония, как она будет проходить в школе или где-то заказывать? В школе в Киото есть специальная комната. То есть, в школе в Киото направлена... В школе в Киото есть специальная комната, там есть комната с татами, в которой вы можете... в которой обычно происходит, каекаты, и... ну, вы мне также фотографируетесь и так далее. И также там есть специальная комната для чайной церемонии, поэтому в школе в Киото вы будете... придете и будете пробовать опыт чайной церемонии в школе. А еще в Токио... Поскольку в Токио программа проводится в первый раз, вполне возможно, что будут какие-то вариации с местом проведения чайной церемонии, но тем не менее все культурные занятия, они подразумевают культурную социальную сеть, то есть идет, может быть, преподаватель, который разбирается в предмете, который вам рассказывает, и вам дают попробовать собственноручно что-то сделать. Ну да, то есть полноценный мастер-класс. Да, и, допустим, каллиграфия не просто в школе вам расставят листочки и кисточки, будет мастер специально... Побрали, поставили, Так, хорошо, давайте вернемся тогда к вопросам. Вопросы про прибытие и отбытие, оно организовано или ты все не самая? Есть. То есть есть рекомендованные дни заезда, то есть если вы видите расписание, 7 июля это прибытие и 1 августа это отъезд. Если вы приезжаете в наше общежитие, то мы рекомендуем вам заезжать именно в эти дни, потому что, во-первых, это день заезда, поэтому очень много студентов приезжает и, соответственно, очень много студентов заказывает пикап, то есть встреча в аэропорту. Поэтому в дни заезда встреча в аэропорту в 3 раза дешевле, чем она не в дни заезда. И также это намного удобнее для студентов, потому что они не теряются в аэропорту, они видят студентов, которые ждут, студентов, которые еще не прилетели и все очень... И они уже знакомятся со многими студентами, даже пока едут до общежития. И, соответственно, отъезд. Вы можете также заказать услугу провода в аэропорт, если Вам хочется, но очень многие студенты уже достаточно ориентируются в Японии для того, чтобы уехать в аэропорт самим, поэтому очень много людей уезжают с нами. Ну да, если, допустим, нужно будет помочь, то мы всегда от Монобо можем также помочь и организовать трансфер, если такая необходимость будет. Хорошо, ребята спрашивают про проживание. Что у нас с проживанием? По поводу проживания планируется на летний курс предоставить студические общежития, а также вариант размещения в Хумстве, то есть в Японской постсемье. По поводу проживания на данный момент подтверждается информация, поскольку достаточно рано из-за того, чтобы давать предофинальные ответы, но тем не менее действительно планируется предоставить всем желающим студическое общежитие, и, соответственно, как только все будет решено, мы также сделаем, наверное, отдельные посты о том, какова будет стоимость этих пожеланий. в Хумстве. Ну и, кроме того, может быть, те, кто уже был и помнили, кто плохо себя чувствует уверенным, они могут планировать свое проживание самостоятельно. Или вы можете обращаться к нам, и мы вам поможем с выбором Гестхауса, если, допустим, каким-то причинам вы захотите жить не в школе, в общежитии, либо в Хумстве. То есть, вариантов очень много. Жильем, вот у нас Ольга, да, спросила. Ольга, с жильем, все будет хорошо, не беспокойтесь. Так, здесь у нас летний курс на Агуст, да? Да, здесь можно посмотреть программу для Агуста. Здесь также представлен премиум вариант курса, то есть, вы можете увидеть все мероприятия, которые включены в летний курс. Только в зависимости от программы их будет несколько меньше. То есть, вот здесь включены все мероприятия. То есть, так, какие вот базисные, если брать, тур? Ну, это обязательно welcome party, это называемая вечеринка по туристу. И проверка уровня. Проверка уровня, да, это обязательно ответ, который пишет со студентами и результаты, которые распределяют в группах. Кроме того, включен обязательно обмен, культурный обмен с японскими студентами, в котором вы можете поговорить, пообщаться, обсудить что-то. Также во все программы включен групповой тур, это подготовка группового тура, планирование, сам групповой тур, и затем отчетность. Группа вольтур означает, что вы находите группы по интересам среди своих одноклассников, планируете, может быть, экскурсить в какие-то места, в которые вы все вместе хотели бы съездить, но они не включены в программу. И вы можете немного проще организованно с новыми друзьями посетить достопримечательности или куда-то сходить, если у вас есть конкретные цели. И после этого вы делаете небольшую презентацию о своих впечатлениях, может быть, о том, что вам понравилось, что не понравилось в этом групповом туре. И, соответственно, отчитываетесь перед всеми. И таким образом, даже если вы смогли с своей группой сходить в какие-то определенные места, но не доехали к других, на следующий день, на занятии вы узнаете о том, как было, как побывали ваши одноклассники. Поделиться опытом сможете, в том числе. Также вы можете увидеть, что, в принципе, свободное время тоже есть, даже у премиум курса, поэтому, если вы хотите куда-то съездить самостоятельно, вы можете это сделать. Как мы уже говорили, каждый день следует занять. Это обязательно учесть программу. Кроме субботы и воскресенья. Да, ну, везде. На субботу и воскресенье такие вопросы тоже бывают. свободный день, а в субботу как любите экскурсии выездные. То есть однодневная экскурсия, допустим, весной, включенная во все варианты тура или вот проездка по достопримечательности в Кокийске. Очень насыщенная программа. Также можно и в августе сходить на Суму, да? Да. Про стоимость, да, Денис, мы скоро будем, да, переходить к стоимости и расскажут. раз как раз не получше. Прямо вовремя. Здесь вы можете видеть стоимость каждой программы на каждые месяцы в Токиум, то есть премиум, стандартный, базовый и, соответственно, ориентироваться. Как мы уже говорили, в июле получается три недели. курс. И в августе это полный месяц. Полный месяц. Полный месяц. В июле у нас полный месяц третий курс, а в августе у нас три недели будет. И чтобы, если вам нужны цены в рублях, то вы можете примерно поделить стоимость венок на два и получите цены в рублях. Если нужна цена в доллары, закройте два нолика. То есть, допустим, как вы можете посоветовать базовый, выбирать стандартный или премиум? Что бы вы выбрали? Допустим, если человек едет первый раз, то? Я бы советовала для того, кто едет первый раз и кто еще не слишком уверен в своем языке, выбирать премиум курс, чтобы посетить все мероприятия организованно, ни о чем не волнуюсь, не переживая и просто наслаждаться пребыванием в школе. А тем людям, кто хотят больше свободы, кто хотят самостоятельно планировать свое пребывание, им стоит порекомендовать базовый курс, поскольку он предполагает большее количество свободных дней, которые вы можете спланировать по своему усмотрению абсолютно. Вот у меня в руках сейчас как буклет школы ISI, если, допустим, четыре недели в Токио без экскурсий, только обучение будет стоить четыре пятьсот пятьдесят тысяч. То есть, получается, примерно половина, да? Чуть больше. Где-то пятьдесят тысяч, да? Шестьдесят, да? Пятьдесят тысяч, да? Прибавить. То есть, в принципе, не такая уж большая разница, но плюс к этому вы сможете поучаствовать в летнем курсе. Я думаю, это очень выгодно, если такой стен ограничен. Я думаю, включен проезд, что очень важно. Не нужно будет мучиться, и есть некоторые плюсы, например, при оформлении на все варианты курса, студенты получают взять карту проездную для всех педо-транспортных, на которой уже будет лежать определенная сумма денег, и это очень удобно, даже на первое время пока вы еще не совсем поняли, как работает транспортная система, у вас уже есть своя карта с деньгами на ней. Ну да, в Токио, допустим, она очень будет актуальна, потому что людей очень много, если, допустим, вы спешите куда-то, то с карты удобно. Хорошо. Мы переходим к Киото. Проскидки потом. Похоже. Ладно, переходим дальше. Летний курс Киото. Киото, получается, уже второй год проходит? Второй год. в Киото проходит летний курс. Чем он отличается? Какие даты получаются? Какие же? И курсы, типы курсов тоже такие же. Ну, вот особенности, расскажите нам, какие есть особенности? Ну, в первую очередь, особенность местоположения. Киото это древнейший город Японии, это вклады с культуры и традиций, которые дошли зачастую в неизменную виду ошельней. и побывать в Киото, я думаю, должен каждый юрист, каждый человек, который любит Японию, вне зависимости от причин, по которым он ее любит, поскольку это лицо страны, так сказать, наверное, как в России, в Санкт-Петербурге, такое, в Санкт-Петербурге, если вы любите манго и аниме или вы любите рисовать манго и аниме, потому что там есть один из самых известных университетов по данной специальности, то есть это Киото Сейко, также там есть музей манги, который при университете расположен, и там можно проводить целый медицин, то есть там можно, я там провела три дня, и я не могу сказать, что я посмотрела даже треть, потому что там очень много всего, там можно трогать все манги, читать их, смотреть, на них. Там могут нарисовать ваш портрет, например, ну или научить вас рисовать какие-нибудь портреты в стиле манги. Также непосредственно школа в Киото находится на станции Нуачи, и по факту это всего лишь две станции от центральной станции Киото, занимает примерно 10-15 минут доехать, и это почти центр. Да, это самый центр Киото, и вам будет очень легко даже по окрестностям гулять, поскольку ветер в Киото, храмы и достопримечательности находятся буквально на каждом шагу, и нужно тратить время на проезд до улдей. Также насчет цены проживания. Проживание в Киото, в принципе, дешевле, чем проживание в Токио, так как это все-таки город поменьше, чем в Токио, и не столица. И опять же, возвращаясь к манге, и не только к манге, торговые центры и различные книжные, они, по моему опыту, также дешевле в Киото, чем в Токио. Поэтому, если вы, например, хотите, знаю, закупиться принадлежностями для рисования манги на весь следующий год, это лучше сделать в Киото. Хорошо. Ольга у нас спрашивает, будет ли возможность для студентов в Токио как-то посетить Киото? В смысле? Да, в смысле, я думаю, вы можете приехать, но, допустим, если вы выбрали базовые курсы, у вас много свободного времени, вы можете уехать на выходе в Киото. Как добраться до Киото? Многие спрашивают. Добраться можно несколько вариантов. То есть, первое, это поехать на скоростном порядке. Очень красиво, да. Да, наверное, поехать. Далее 2-3 часа времени. Несмотря на какой, если вы сядете на правильнейший концент, он, в принципе, остановится только по пару раз до Киото, поэтому это займет часа 3. Вы можете сейчас... Вот тут, да, тут пишут. На томе самый быстрый. Да, он останавливается буквально два раза. Если вы сядете на Шинкан-сен, который ездит подольше со всеми останавками, то вы можете ехать 5-6 часов. И продвигать куда-нибудь. Да. Если вы любите долгие поездки, вы можете поехать на автобусе, на ночном или на дневном. Тоже займет порядка 7-9 часов. Это такой экономный вариант. Студенты, да, у нас в основном студенты выбирают автобус. Автобус, потому что это выгодно. Но если, допустим, уже взрослые... У меня автобусы – это хороший опыт, поскольку, например, ночных автобусов в России нет. Они очень удобные. Конечно, ни разу не ездят, но... Также цены на автобусы различаются. Вот как раз спросил про цены автобусов. Цены на автобусы различаются в зависимости от дня недели. Если вы едете в пятницу ночью, то у вас будет достаточно большая цена. Но, насколько я знаю, например... Как раз спросил на ночь. Да. Но если вы едете, например, в среду ночью, то есть со вторника на среды или со среды на четверг, то со среды, насколько я знаю, автобус со среды на четверг стоит порядка трех тысяч йен, примерно, что-то такое. Вот. И, соответственно, цены на автобусы различаются, вот, как я и говорила, от трех тысяч йен до, в принципе, есть по семь, девять, десять тысяч йен. Они буквально перед отъездом зачастую проявляются очень недорогие. Ну, еще, наверное, автобусы тоже разные. Да, у нас комфортабельно, когда меняются автобусы, все есть. Причем, в случае с Японией, можно поехать... Все автобусы, естественно, комфортабельные, но они еще между собой немножко конкурируют. И можно поехать на совсем каком-нибудь вип-лайнере, и ты будешь лежать в коренном кресле, и это будет очень недорого стоить. Ну, да, примерно в четыре раза дешевле, правильно. То есть, билет на чинканцане, он стоит где-то, да? Ну, четырнадцать тысяч. Четырнадцать тысяч, четырнадцать тысяч. Да, ну, четырнадцать тысяч. То есть, получается, да, обратно около тридцати тысяч йен, либо съездить... Тринадцать тысяч четыреста. Ну, да, высокий вид, но... Тринадцать тысяч, да. Поэтому, ну, если будут какие-то вопросы, вот Ольга, да, спрашивала, можно ли добраться до Кёта, то вы всегда можете задать вопрос нам, либо в школе Айсай, и мы вам подкажем, какие, допустим, на ближайшие дни можно заказать билеты. Либо мы вам забронируем, и вы пойдёте в Сен-Лэвен и выкручиваете. Также, если вы просто для информации, если вы опоставите на Сочин-Концайн, вы всё равно можете поехать на нём позже. Просто вам нужно будет сесть в незарезервированные места. Ну, да, если, допустим, со станции Токио выезжаете, то можно, если вы быстро бегаете, то выполняете себе место. А если вы будете садиться уже на Шинагава, на станции Шинагава, то уже, наверное, мест не останется, придётся стоять. Идём дальше. Это у нас программа для Киото. Да, это также трейдерный вариант программы. Как вы видите, здесь много культурных мероприятий. Можем таинственность. Мы не можем рассказать, потому что тогда таинственный. Ну да, мы расскажем. Но только для вас. Только на этом выберем. Да, таинственный тур в Кокио, это... Он уже стал мнением таинственных? Нет, не стал. Это специальный такой тур, который предлагают компании, турфирмы. То есть вы бронируете этот тур, и вы не знаете, какие вы стопимечательности посетите, куда конкретно вы поедете. То есть для вас это тоже становится загадкой. Вы приходите на значном уровне, садитесь, и только по приезде узнаёте свои программы. Это получается, смотрите, Анастасия, мы едем из Киото в Токио, да? Да, да, да. И не знаем, куда мы едем. Мы сможем на Токио или на Шинагау. Но мы едем на Синкантрине или на автобусе? На автобусе, скорее всего, поскольку... На заказные, да. Да, в поле заняется. Заказные автобусы, да. Но это опциональная экскурсия, то есть она не обязательно к посещению, если вы не хотите, или вы, если хотите спланировать самостоятельно свою поездку, естественно, вы не будете справлять ехать. Интересно, куда. Но это хороший опыт, поскольку действительно интересно. Вы до последнего не знаете, как такой сюрприз, куда вы поедете, что вы увидите. Конечно, вам раздают расписание этого тура, но только тогда, когда вы уже придетесь. Сидите в полу. Да, все верно. Здорово. Видите, какая программа. Я такой первый раз встречаю. Который, Киото находится... У него такое удачное положение, что истает очень легко добраться, допустим, до Отсуфи, до парка, именно со стадио Били, до другого древнего города, Дуна. Также Ко был очень близко, когда я жила в Узагиндаре. И вообще я очень удобна, потому что можно и поехать в Нагасаки, в Хиросиму. Поэтому расположение в конце очень удобное для путешественников. Так, вот у нас Алиса спрашивает. Я спрашиваю, что такое мероприятие Джея. Джея – это одна из самых известных невербальных театральных шоу в Киото. Интересно, что происходит при взаимодействии со зрителем. И вам не нужно даже обладать знаниями японского языка, чтобы понять, как тянется в происходящие. Большой культурный... Да. В прошлом году также студенты ездили на это шоу, и очень положительно о нем не забывали. На экране шоу здесь в Киото. Играет у нас программа «Натни». Да, здесь включен еще мероприятие, так называемое «Минзи ВИА». Да, это новая программа, новая технология «Минзи ВИА». И можете почувствовать себя на настоящем «Минзе» и потом обязательно поделиться с нами своими впечатлениями. Поскольку в прошлом году не было данной экскурсии, она новая, так и... Только в Киото. А как вот, допустим, когда составляете тур, то как вы выбираете экскурсии? Или, допустим, у вас специально есть менеджеры в школе, кто отвечает, как-то выслеживает, какие самые интересные и как. Такая программа очень насыщенная на самом деле, потому что даже по Токио, поскольку в Токио обычно больше всего студентов приезжают, а в Киото вообще очень интересная экскурсия. То есть про это шоу мы даже не знали. Ну, в первую очередь, конечно, административный персонал собирает отклики от студентов, которые говорят, что мы хотели поехать в такое-то место. Это все фиксируется, и потом... Естественно, есть какие-то достопримечательности и мероприятия, которые нужно, необходимо обязательно посетить, обязательно включить программу. Но поскольку каждый год нужно программу обновлять, у нас есть что-то новое, что-то более интересное, что, естественно, смотрит в первую очередь на предпочтение большинства, так сказать. Также в конце каждого курса у нас проводится анкетирование, и мы спрашиваем о том, какое мероприятие вам больше всего понравилось, какое мероприятие вам меньше всего понравилось, куда бы вы хотели сами съездить, чего, вы считаете, вам не хватает, чего не хватило в вашем курсе. И на основе также голосов студентов мы составляем мероприятие на следующий год. То есть обратная связь у нас тоже очень важна для того, чтобы спланировать наиболее релевантный курс на следующий арене, допустим, чтобы учесть максимум пожеланий и как-то разнообразить программу для вас. Хорошо, спасибо. В августе у нас интересная медитация. Это, видимо, ребята пойдут в храм. Да, медитация обычно происходит в храме. Это действительно настоящая медитация в ЗАЗЭ. Это опыт, и я думаю, его можно прочувствовать только в губоне, только в храме. Естественно, все объяснят. Стоимость летнего курса в Киото отличается ли она от стоимости в Токио? Как мы бы сказали, в Киото получается и проживание дешевле, и сам курс, он несколько дешевле очень стойкий, несмотря на то, что программа не менее посыщенная. Вы можете сами также видеть, и получается в порядке. Ну да, где вы примерно ли, получается удивительный момент, на два. Хорошо. Тогда идем дальше. Специальное предложение. Сначала спрашивают, говорили ли они о бесплатном обучении. О бесплатном обучении мы еще не говорили. Сначала расскажем о специальном предложении. Если вы подадите документы через баню Монобо до 15 марта, вы получите скидку 20% от стоимости занятий, от стоимости летнего курса, поэтому подавайте заявки. И также вы получите приоритет в распространении в студенческое общежитие. Конечно, все происходит в порядке очереди, так называемой, живой. Но даже если вы не успеваете, допустим, отправить документы до середины марта, вы можете оставить заявку, в которой вы хотите оформиться, и мы с вами обязательно обговорим все сроки возможные. Ольга, да, спрашивает про документы. Ну, документы стандартные, это необходимо заполнить анкету. Анкету вы можете получить у нас по мейлу, мы ее вам вышли. И нужно будет вам прислать нам копию загранпаспорта и фотографию для оформления документов. Все очень просто, то есть эти три документа вы нам присылаете по мейлу, мы присылаем в школу АСА и вы получаете скидку. Если, допустим, как сказали Анастасии Мирослово, вы можете просто прислать заявку. А для заявки нужно что конкретно? Анкету заполнить, похоронку. Анкету. Или можете, если вы не можете по какой-то причине заполнить анкету в данный момент, вы можете просто написать в Миноблог, ставить какие-то свои данные, можно паспортные данные, чтобы они связались с нами. Чтобы мы могли внести вас в список для этой программы, ну, хватит, думаю, просто контактной информации и данных на себе. Ну да, поэтому такое специальное предложение у нас до 15 марта, поэтому обязательно торопитесь, ребята. А вообще, если брать конечный день, когда принимать заявки, мы с вами уже обсуждали это, за месяц? Ну, вообще, да, регистрация на летний курс заканчивается за месяц. Если вы хотите жить в японской семье, то вам нужно будет подать заявку за два месяца, так как поиски семей, подходящей семьи для вас занимают время. И если вам нужна будет виза, если у вас, то есть для граждан России сейчас есть, например, треугодичные визы, которые позволяют вам оставаться в Японии до одного месяца. Если у вас, например, нет такой визы, и вам нужна виза от ASI, то вам нужно будет подавать заявку также за полтора месяца, потому что... Чтобы мы могли оформить вам предложение от школы и выступить гарантом вашей книги, и вы ее уже получили по-своему, по-своему, по-японски. Можно ли выбрать хомстэ, если по-японски не говоришь? Да, конечно. Некоторые семьи даже говорят по-английски. Ну, и в любом случае, все семьи, они проходят отбор и как-то учаткам... Ну да, главная цель, да, почему они принимают иностранных студентов, для того, чтобы общаться либо на английском, либо на негативанском. То есть они заинтересованы иностранцами. Как объясняться с семьей, спрашивает Алекс? Ну, жестами, переводчиком, какими-то жабонскими словами. Ну, если вы знаете только русский, ну, гугл-переводчик, да. Плюс вы будете... Время, возможно, да. Может быть сложно. Вы будете пытаться объясняться с ними жестами, или некоторые люди картинки рисуют. Но все люди находят свой общий язык с японскими семьями. И... Пусть только вы весты, они заинтересованы в этом общении, то и ваша хост-семья тоже будет стараться как-то вам объяснить, помолчь. Получить нужно, конечно. Угу, да. У нас, кстати, ребята, 23 декабря, в воскресенье, будет специальный вебинар, посвященный проживанию, про личным типам проживания. Про хоум-стей мы еще с вами поговорим более подробно. Скоро разместим эти информации на сайте и в социальных сетях. Вот, ну, значит, до 15 марта обязательно присылайте свои заявки. И получайте скидку 20%. Это очень большая скидка, поэтому у вас отличная возможность и шанс получить такую огромную скидку. Ну, все-таки количество мест на летний курс нам тоже ограничено. Пусть и не строго, но, тем не менее, успевайте. Да, успевайте. Лучше... Очень поздно. Да. Видите, какие у нас красивые девушки. Спасибо, Аняка. Девочкам приятно. Ну, а теперь самое главное – это суперконкурс от школы ИСАИ. Да, специально для вас мы смогли организовать такой небольшой конкурс. Точнее, конкурс на самом деле очень серьезный. И для школы ИСАИ это в том числе новинку такой конкурс, да? Да. То есть, как вы видите на слайде, главный приз – это две недели бесплатного обучения. В одной из школ. Это, скорее всего, школа на Токио. Но это когда она бабит, так как она больше, и у вас будет больше. Да. Это будет новый корпус? Это еще не решено. Это еще не решено. Два корпуса близко друг к другу, поэтому новый корпус или старый корпус. Это практически самый центр города. Что входит в главный приз – две недели бесплатного обучения? Со стороны студента необходима только оплата всех сопутствующих расходов. То есть, ваши карманы расходят, проживание, перелет, ну, извиняюсь, на питание. В нашей группе, в группе «Контакте школы японского языка ИСАИ» мы пока еще не сделали, но мы сделаем пост, который нужно будет репостнуть. В котором будут детали конкурса, условия расписаны более подробно. Необходимо будет репостнуть, ну, необходимо будет вступить в группу, если вы еще не вступили, если вы не являетесь участниками, репостнуть данный конкурс и ждать результатов, поскольку через какое-то время, пока еще мы не назначили срок для выбора родителей, но мы дадим шанс всем желающим поучаствовать. То есть, не будет происходить на следующий же день. Да, также мы в этом же посте мы подробнее опишем о том, когда будут эти две недели и конкретно в каком корпусе это, когда на базе будут, и в другую важную информацию. А у нас ли такой вопрос, я не знаю. Если, допустим, человек оформится через монобол, выиграет еще две недели, то этот человек очень безумный. Если вы уже оформились и вдруг выиграли конкурс, то, конечно, вы можете поехать, так как вы выиграли. Условия участия для всех одинаковые, то есть все, что вам нужно будет, это репостнуть запись. И если вы выиграете конкурс, то тогда вы поедете бесплатно. То есть, если потом деньги возместят в школе? Да, я думаю, что, поскольку выбран другой курс, то есть, в принципе, тоже две недели это курс обучения. Ну и если по своим каким-то причинам личный студент отказывается от такого выигрыша, то, я думаю, мы разыграем эти счеты, чтобы у кого-то обязательно был шанс, чтобы не пропал просто главный приз. Здорово. Да. Также в две недели умещения будут сходить учебники, например, и другие рабочие материалы в школе. Все, что связано с учением, оно, естественно, входит. Ну и по поводу уровней, будет проводиться проверка, шесть, так называемые. Ну, я думаю... Ну, это уже после конкурса. Да, да. Об этом я делаю в новом акте, пока что. Замечательно, да. Тогда скоро на странице ВКонтакте, на странице ISI появится специальный пост, и мы будем следить за ним. Мы обязательно тоже в своей группе его сделаем перепост, чтобы ребята, кто не заметил, обязательно смогли поучаствовать, и, возможно, кто-то из вас станет счастливчиком. Ну, если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете даже в группе ISI писать в обратную связь личные сообщения, или обращаться к номеру, и вам также проконсультировать, помогать. Так, сейчас, пока мы с вами разговаривали, спрашивают по поводу работы. Да, Сергей, скоро будет у нас тоже. Возможно, это уже будет в январе, поскольку наш лектор, Сузаки Сенсей, сейчас довольно-таки занят на работе, а мы запланировали как раз-таки второй вебинар именно с ним. Поэтому будем вам сообщать в группе ВКонтакте, либо на сайте, следите за новостями. 23 декабря у нас будет следующий вебинар. Обучение идет на английском? Нет, только на лимфянском. Это общая черта всех лимфянских школ. Да, преподаватели будут объясняться своими жестами, рисунками, очень простыми японским, катаканой. Мне понятие будет очень сложно, даже если у вас нулевой уровень на несказки. Занятие рассчитано на то, чтобы вы смогли погрузиться в атмосферу языка. И даже если вы не понимаете, даже если вы волнуетесь, ничего страшного, вы за пару дней привыкнете, адаптируетесь, нам будет гораздо проще и быстрее запоминаться. Все, что вы слышите, все, что вы проговариваете с преподавателем. Ну да, это на самом деле эффективно, потому что, допустим, в России мы очень много времени изучаем японский язык, используя русский. Ну, в принципе, языковая школа, она тоже рассчитана, чтобы у вас было стопроцентное погружение в языковую среду, поэтому не стоит волноваться. Да, хорошо. Ну, если что, вы всегда можете написать на ВО или нам, мы поможем, объясним, что непонятно, что-нибудь нет. Да. Ольга спрашивает, реально ли будет всем, кто едет как-то организоваться, ближе к делу, может вместе прилететь. Да, я думаю, что так можно будет сделать. Особенно, когда дни заезда всего два, и вы сможете... Обычно у нас как, мы помещаем какие-то дни, когда у нас общая встреча, и ребята, когда... Либо, допустим, если едут в одну школу и не знают, на какой день купить билет, то мы тоже сообщаем, и даем мейл с разрешения самих студентов. А мы можем коммуниторить для вас билеты подешевле, если вам очень радует вас. Все для вас организовать, посмотреть по спискам, кто еще из вашего города, допустим, помню, если тех, кто не будет смотреть вместе. Да, обращаться, спрашивают, Алик, обращайтесь в Монобо или в группу ИСАИ ВКонтакте, или администраторам группы ИСАИ ВКонтакте. Ну, я думаю, что да, если вы хотите получить скидку 20%, то обязательно обращайтесь в Монобо, и мы вас не оставим уже. Мы обязательно вас вместе соединим, кооперируем. Так, замечательно, хорошо. Ребята, если есть у кого-то вопросы, какие-либо, вы можете сейчас у нас писать в чате. Чат продолжает действовать, и Мирослава и Анастасия будут продолжать отвечать на ваши вопросы. А я перехожу к загрузке данных участников, кто у нас сегодня зарегистрировался, для того, чтобы провести розыгрыш подарка. Как вы знаете, наша традиция каждого вебинара к Монобо – это розыгрыш подарка среди участников, кто у нас сейчас есть онлайн на нашем вебинаре. Первый приз – это учебник по айпонскому языку, второй – это сладости, и третий – это комплект манги. Поэтому вы можете выбрать один какой-то подарок. Ну, у нас сейчас самое популярное – это вот ребята выбирают учебники. Чтобы приезжать на летний курс на снолевом уровне. Да, вот видите, там уже подготовлены. Да, либо конфетки, правильно, Алекс. Второй, на втором месте у нас конфетки из Японии. Мангу пока никто не выбирал, поэтому мы все ждем-ждем. Ну вот, тогда задавайте вопросы нашим гостям, а я буду тогда пока заниматься скачиванием данных и переключусь и у нас так. Так, ну какие вопросы, пожалуйста, сладкое, да, очень полезно. Я, если честно, пока не вижу вопросов, Сергей. Поверьте в себя, возможно, вы выиграете один раз, когда-нибудь, это точно. Можете спросить что-нибудь про обучение или про проживание тоже, если мы вам расскажем. Денис спрашивает, понравилась идея гестхауса, в Киото, допустим, дорого будет стоить на время летнего курса. Как гестхауса зависит? Цена на гестхауса зависит от расположения гестхауса, от того, живете ли вы с кем-то или один, от размера вашей комнаты и от многих факторов. По стандарту в Киото дешевле, чем в Токио, но если вы много ищете, то вы и в Токио можете найти дешевый вариант, и в Киото тоже. Ну и кроме того, у АСА есть партнерские соглашения с некоторыми гестхаусами, то есть мы можем посоветовать что-то подобрать, может быть. Да, может быть. Также есть очень много, есть самые известные компании, вроде ОАК Хаус, Эдит, Кудеми Хаус или Сакура Хаус, Гестхаус, где они очень известны среди иностранцев, и они достаточно дружелюбны к иностранцам. И мы можем вас с ними познакомить, рассказать вам про них и помочь вам найти ту комнату или место проживания, которое вам будет нравиться. А Мирослава так сколько в среднем? Сколько, например, если в Киото, то в зависимости от местоположения, например, в Токио стоит на месте похожее. Точно 40 тиры бесконечно. Да, зависит еще от уровня, поскольку есть получше, подороже, есть более старое, есть, наверное, даже традиционный вариант, который зачастую стоит гораздо дешевле. Это так называемые японские помники. В Киоте очень много отелей, в том числе недорогие котели, которые тоже могут быть интересны и вполне могут принять месяц человека и это будет не слишком дорого. Например, я была в Киоте и останавливалась в капсуле на несколько дней. Это был тоже хороший опыт. Надежда спрашивает, как проходят эти курсы, как проходят эти не курсы. Вообще, вы будете заниматься по учебникам общего японского языка. Скорее всего, это будут учебники Моругото. Сейчас мы точно расскажем. Скорее всего, это будут учебники Моругото для общего японского. И особенность этих учебников в том, что вы можете начать обучение с любого уровня и начать обучение также с любого, можно сказать, дня, с любой темы, так как тема построена так, что вы можете присоединиться в любое время. Курсы проходят так, что у вас есть два урока по 90 минут. На первом уроке обычно вы будете изучать непосредственно академический японский, то есть будет ли это азбука, какие-то новые слова, грамматики или что-нибудь еще. То есть это будет комплексное обучение в первую очередь. Не только, допустим, маундирование, а все в комплексе. Это будет письмо и чтение, в том числе разговорные какие-то практики. На втором часу обычно будет больше практики, поэтому вы именно на втором часу занятий будете готовить презентации, будете делать плакаты. Взаимодействие с одноклассниками, то есть групповые какие-то выступления, возможно, какие-то разыгранные ситуации, которые помогут закрепить материал свой. Да, в некоторых классах зависимости от уровня, иногда даже ставят мини-театральные постановки. Сергей спрашивает, нет ли у вас электронного формата учебника. Ну, вообще учебники включены в стоимость обучения, поэтому они даются вам за счет школы, вам не нужно покупать их самим. Но при желании вы, конечно, можете найти, например, я точно знаю, что Канзен Мастер, Нихонго. Многие все учебники, да, они есть в доступе в интернете. Возможно, некоторые из них сложнее найти, но, допустим, Нихонго. Да, ну и все вещи, конечно, найдет учебники. Да, также у многих учебников, например, ума-работа есть наполнение в интернете, которые позволяют, то есть, например, сеты со словами, лексика, грамматика, более подробные объяснения грамматики, аудирование и так далее, что вы тоже можете найти, и это будет вам полезным в вашем обучении. Если у вас нет больше вопросов, то мы перейдем к розыгрышу. Пока можете задавать вопросы. Какой банковской картой можно пользоваться в Японии, спрашивает Андрей. Ну, в Японии, в принципе, доступны все платежные системы. Это Visa, MasterCard, есть CCB. Да, это больше для японского рынка. Ну, а карты все, которые поддерживают, точнее, любая банковская карта, которая поддерживает оплату или покупки из-за границы, которая не будет заблокирована с внутренней темы. Ну, или можете привезти со мной в такую. Да, комиссия в японских банкоматах очень маленькая. За снятие денег вас возьмут буквально либо 180, либо 212, 16 лет, в зависимости от времени суток, когда вы будете с нами. Как вам в основном? Сергей спрашивает, обращаются ли к нам в основном в Братеи? Ну, мы все нормальные, обычные. Есть три варианта программы. И вот базовый курс, который предполагает побольше свободного времени, он является наиболее бюджетным. Поэтому, если вы в АВТЕЙ, вы можете даже приезжать, это, получается, дешевле, чем ехать просто как турист. Но при этом у вас будет уже обучение включено. Про долгосрочную программу. Оказывается, Сергей спрашивал про долгосрочную программу. И, ну, например, долгосрочную программу можно платить по полугодиям, поэтому в теории вы можете оплатить только первые полгода, и потом уже стараться накопить на обучение дальше в процессе подработки. Это будет сложно, потому что вам легально разрешено работать только 28 часов в неделю. Но есть студенты, которые так делают. Но также, богатей или не богатей, по визе… Еще про долгосрочную курс. Я бы хотела добавить, что у нас в данный момент, как вы знаете, у школы ISI есть школа в Киото, в Токио и в Нагану. И очень мало людей, оказывается, знают про Нагану, про этот город, про эту структуру, возможно, слышали. Но, тем не менее, очень мало знаний. И вот мы бы хотели немножко рассказать об этой школе, поскольку она тоже по своей природе немного уникальная, поскольку в Нагану вместе с языковой школой у ISI есть также языковой… не языковой, а обычный бизнес-колледж, куда можно поступить после прохождения долгосрочного курса и получить уже профессии, ну и получить примерно 99% от того, что вы успешно трудостроитесь, поскольку у ISI существует партнерское совмещение с многими работодателями и компаниями. И в том числе мы отслеживаем всегда рейтинг успешного принятия на работу после окончания колледжа. Но, тем не менее, Нагану находится примерно в 2-3 часах еды от Токио на Синканселе, то есть это не такое большое расстояние, и вы, естественно, можете приезжать из столицы и другие города, сейчас есть прекрасное дорожное сообщение, но при этом Нагану очень… гораздо дешевле жить, гораздо дешевле учиться, поскольку это не скобиция, поскольку такой тихий регион, но при этом нужно заметить, что среди японцев и среди иностранцев префектура Нагану является первой в рейтинге, это самая такая известная, самая, можно сказать, сохранившаяся префектура, поскольку до Нагану никогда не доходили пожары, никогда не доходили гражданские войны, и очень много храмов, очень много достопримечательностей никогда не разрушались и дошли в природанном виде нашего времени. И все они сосредоточены вокруг школы, вы можете их все посетить, ну и, соответственно, вы можете насладиться настоящей жизнью, настоящими быцами и кулами и крестами. Нагану – это все-таки уже немного столица, немного, можно сказать, европеизированная столица, а Нагану – это такой уголок природный, в том числе там очень вкусная еда, очень полезная пища, и Нагану известен тем, что это замечательные лыжные курорты, или, наверное, можно назвать, лыжные. База. Поэтому, если вы любите кататься, или если вы любите зиму и видеть спорта… Если вы любите зиму и боитесь, что у вас не будет снега, вы можете приехать на Нагану, и снега у вас будет очень много. Кроме того, оттуда можно доехать, до любых достопримечательностей, например, вы знаете, известный парк «Обезьян», который окопается, находится, наверное, в полчаса езды. Я думаю. Вот в такой доступности, в хорошей шее. Да. И снова к вопросу о богатеях. Обучение в Нагану стоит дешевле, чем обучение в Токио и в Пьезо. Конечно. Как и проживание. И проживание у нас тоже имеется школьное общежитие, которое было построено буквально в прошлом году. То есть оно новое, оно также есть в одноместной, двухместной комнатах. И что самое главное в Нагану, если есть кто-то, кто хотел оформиться на долгосрочный курс с апреля, но сейчас уже не успевает, не успевал до этого, у нас есть возможность оформить всех желающих в школу в Нагану, начиная уже со следующего апреля, то есть вот прямо сейчас. До какого числа принимать заявки? Основные заявки, основной отбор документов мы принимаем до следующей недели. То есть примерно до 18-го, 20-го числа. Но в случае, если человек действительно хочет поехать с апреля, если он заинтересован, и он готов собрать документы в такие сжатые сроки, или если документы готовы, а что не хватает, допустим, банковской с апреля, одного-двух документов, мы можем подтверждать до конца сайта. До какого числа работают при сайта? До 28-го числа мы будем готовы принять, помочь в школе. До Рождества. Это моя отличная возможность, если кто-то из вас еще решил поехать. Мы планируем в группе ВКонтакте публиковать больше информации про школу в Магамме. Если у вас есть какие-то вопросы, вы также можете обращаться и к Монако, и к нам. Мы донесем больше материалов, если вы желающих. И также, если вы хотите просто поучиться в Японии в месяц, или два месяца, или три месяца, если вы хотите получить академический, японский и не совсем заинтересован на бреднем курсе, у нас также есть обычный курс, то есть обычный курс академического общего японского языка. Обычный краткосрочный. Обычный краткосрочный курс. И в нем вы также сможете больше уделять внимание академическому японскому. И если у вас достаточный навык, если есть достаточный уровень японского языка, примерно начиная с антареи, вы сможете выбирать себе группу и готовиться, например, к GLPT, или выбрать разговорную группу, и так далее. Также группа по трудоустройству, к сожалению, недоступна студентам краткосрочных курсов, потому что они подразумевают поиск работы в Японии, а по краткосрочным видео в Японии нельзя работать. У нас спрашивают вопрос по поводу... Так, Максима спрашивает, можно ли при поездке на летний курс помогать или вы оформить сим-карту, если можно в интернет, и другие услуги, которые по умолчанию иностранцам сделают проблематичными? Ну, самое, наверное, самое важное, это сим-карта. Но по краткосрочному курсу вы не сможете, к сожалению, купить японскую сим-карту, или там требуют предоставить карточку резиденту. Ну, можно купить мобильную и предоплаченную карту. Если вы хотите звонить, то припейт. Но сейчас у нас в основном будет летом, когда приезжали ребята, они покупали специальную сим-карту, можете нам написать на почту, мы вам вышли всю подробную информацию, мы уже подготовлены целый ответ. И там прям название, то есть вы можете либо сами, либо с сотрудником, как бы спросить, да, кого-то, либо мы вам подскажем, и вы сможете приобрести эту сим-карту, и у вас будет интернет Wi-Fi. Ну, естественно, да. Все необходимые вопросы, которые касаются проживания и пребывания в Японии, не как вот со стороны школы, так и со стороны малого, поддержка, естественно, оказывается. То есть, если у вас есть какие-то вопросы или какие-то моменты, которые вы не знаете, как с ними быть, волнуетесь, вы не стесняетесь, спрашиваете, что им выигрывается. По поводу розеток. Розетки в общежитии вообще в Японии, другие розетки, но здесь ничего сложного нет. Японские розетки, они стоят не так дорого, примерно 100. Переходники, это можно купить даже в России, в любом магазине крупной мотовой техники, вы можете попросить переходник для розетки типа, кажется, А, в Японии, или просто для розетки в Америке, потому что они одинаковые в Японии. Единственное, что, наверное, по поводу перепада напряжения, стоит задуматься, то есть, если вы планируете везти какую-то бытовую технику, то, скорее всего, она здесь будет работать плохо. Если же вы, наоборот, покупаете не адаптированную технику в Японию, и не везете ее в Россию, то есть, приятность, что она сгорит от перепада напряжения. То есть, она не рассчитана на 220 вольт. Ну, да, обычно фен, вот девушки спрашивают, фены обычно очень плохо работают. Если вы купите в России, то он будет очень хорошо работать, и, наверное, это не хорошо. Если вы хотите купить здесь фен, он стоит где-то от тысячи двух иен, поэтому, возможно, стоит сэкономить место в чемодане и купить фен здесь. Ну, и многие, то есть, другие вещи, они уже сейчас рассчитаны на использование за границей, то есть, можно только обращать внимание на такой небольшой значок, на приписку работает, она... 120 вольт, если не ошибаюсь. Ну, сейчас, в последнее время, да, как правильно сказали. 110. 110 и где-то 220, да, да, поэтому можно использовать и в России, можно использовать и в Украине. Так, ребята, давайте тогда... Есть еще какие-то вопросы? Так, давайте к нашему конкурсу перейдем. Значит, у нас сейчас всех участников я скачала. и кто же сегодня станет счастливчиком. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, еще раз. Да не знаю. Что там, что-то не вводится? Еще. Дождится. Давно я не проводила конкурсы, Надо почаще. Ctrl-R, подсказывает нормальность. Так, и нас выиграл... 51. Господи, 51, да. Номер 51. Номер 51. Александр Чесноков. Здесь есть Александр Чесноков. Александр Чесноков, если вы... У нас, по-моему... Я за ним. Александр Чесноков, если вы здесь, пожалуйста, отзовитесь. Давайте посчитаем до 5. Давайте, девочки, считайте. 5, 4. Так быстро. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Переходим дальше. 53. Что же это такое? Что мы сегодня компьютером хочем? Ну, вот и было 21. 2. Что же такое? А, может быть, я не выбрала. 3. 3. 3. Елена Кузнецова. Елена Кузнецова. Елена Кузнецова. Упс. Давайте снова считаем до 5. Девочки. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо. Будем до 3 учитывать. У нас завтра еще рабочий день. 43. Лаура Сагинаева. Лаура. Лаура Сагинаева. Она ничего не писала. Лаура Сагинаева, вы здесь есть? Лаура Сагинаева, если вы на связи, пожалуйста, дайте нам знать, в чате напишите, и мы вам вышлем подарок. Начнем считать до 3. Считайте. 1, 2, 3. Нет. Лаура. Идем дальше. Так, так, так. Да что ж такое? Почему? Не так уж. Вы колдованы сегодня. Все сегодня вы колдованы. Угу. Сергей, у нас есть список тех, кто зарегистрировался на вебинар, и конкурс проводится среди тех, кто зарегистрировался на вебинар. Да. Номер 8. Вероника Воронцова. Вероника у вас здесь есть? Вероника Воронцова. Ну, я думаю, что у Вероники Воронцовой нет, потому что, естественно, такое ощущение, что только Алекс Сергей Островский. Еще один Алекс. Еще один Алекс, да. Она есть? Ну, что ж такое, ребята. Сиды. О! Вероника Воронцова появилась. О, вы здесь. Замечательно. Вероника, поздравляем вас. О! Вот это да. Поздравляем. Так, Вероника Воронцова. Возвращаемся к нашему слайду. Что вы выбираете? Либо вы еще подумаете. Сергей, не грустите. Сергей, у нас еще столько, да, еще столько будет вебинаров, еще столько розыгрышей. Вы у нас очень активно, активные пользователи наших социальных сетей, поэтому для вас подготовим что-нибудь отдельно. Открытку новогоднего. Учебник. 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 Хорошо, Вероника, тогда, пожалуйста, пришлите на нашу почту monobo.gpsobaka.gmail.com, свой адрес, почтовый индекс, и мы постараемся до конца этой недели отправить вам обязательно учебник. Учебник Танасия Мимона от автора «Щимады Смисей». Спасибо большое, ребята. Особенное спасибо Алексу, Сергею и Александру, которые писали и помогали нам. Это первый, наверное, интересный летний курс. Да, в ответке, может быть, чем... Сергей, мы с вами поговорим тогда отдельно в контакте. Спасибо, ребята, очень приятно было с вами провести этот час, даже можно сказать полтора часа. Мы всегда рады проводить для вас вебинары, поэтому можете писать нам на почту, какие темы для вас еще интересные. Как я вам сказала, 23 декабря у нас будет вебинар, посвященный проживанию, поскольку проживание в Японии – это тоже очень важный вопрос, и очень много вопросов у ребят возникает, поэтому мы разберем самые важные моменты при оформлении и выборе проживания. Вот. Поэтому скоро информация появится. Я хотела бы поблагодарить отдельно наших гостей – Мирославу, Анастасию, Александру Петровну. Да, Александру Петровну. Спасибо большое. Девочки, вот благодаря только нашим друзьям мы смогли получить такую информацию, поскольку сегодняшние наши гости, вы, кто участвовал в нашем вебинаре, вы первые, кто узнал о конкурсе, вы первые, кто узнал о специальном розыгрыше. Да, специальная информация о летнем курсе даже еще нет на сайте. Поэтому информация самая, самая новая и очень можно вступать в группу, следить. Естественно, мы будем публиковать всю информацию по поводу предстоящего конкурса, ну и соответственно по поводу всех программ и вообще. У нас Мирослав очень активно идет в группу, он выкладывает интересные посты, которые возможно ответят на некоторые вопросы, про пожелания, про обучение. Всех вас ждем. Спасибо большое, друзья. Ждем заявки на летний курс. Летний курс очень интересный. Я надеюсь, что вам всем очень понравится. Спасибо большое. До скорых встреч до 23 декабря. По всем вопросам можете писать на нашу почту. Поздравляем еще раз Веронику и Воронцову. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...